Je m'appelle Julie Li, je suis professeur de français, et aujourd'hui nous avons notre 13e cours qui porte sur des nouvelles françaises, sur des nouvelles d'actualité. Здравствуйте, меня зовут Li Yulia, я преподаватель французского языка. И сегодня у нас с вами 13 занятия по новостям французским актуальным. Выбрала с вами сегодня новую новость интересную. Это новость, которая не о коронавирусе. Впервые за 13 занятий у нас сегодня новость, которая не о коронавирусе, но это новость, о которой говорят все. То есть я ее увидела и не смогла пройти мимо, можно так сказать. Мероприятие у нас проходит совместно с библиотекой иностранной литературы и с франкотекой. Франкотека к нам уже присоединилась. Спасибо ей большое за поддержку. Если у вас будут какие-то вопросы в течение мероприятия, задавайте. На максимальное количество вопросов вам сможет ответить франкотека. Надеюсь, что вы уже все видели документы, статью уже успели познакомиться. Если какие-то вопросы будут более специфические, относящиеся к нашему уроку, сдавайте их также, и я на них тоже смогу ответить. Как я буду работать? Мы с вами посмотрим эту новость, я ее прочту сначала. Потом я посмотрю в округулях. Сегодня только одна такая большая графа. Не буду я брать словарь коронавируса. Не то, что не буду, его нет словаря по коронавирусу, какая тема у нас обычно есть. Дальше у нас с вами нет лексики новой. Мне уже кажется, всем скучно, если они видели уже хотя бы 3-4 урока лексика статьи. Я ее не буду больше брать, если вдруг ничего нового у нас не появится. Пока не буду брать, так что этой графы больше не будет. И потом я переведу эту статью, прям дословно практически. И в конце мы посмотрим грамматику и ремарки, которые мне показались интересными. Параллельно я буду давать какие-то объяснения. И в самом конце я читаю, вы отдыхаете. И мы сравним, как вы воспринимаете эту статью в начале и в конце. Напишите, пожалуйста, кто у нас впервые. Сейчас попробую посмотреть, вижу я вас или нет. Потому что здесь я вас сейчас на экране не вижу. Пытаюсь как-то найти вариант того, как мне с вами коммуницировать. Потому что как ведущий мне неудобно, поскольку задержка происходит. И я вас чуть позже вижу. То есть я задаю вопросы, и это все попозже происходит. И поэтому чуть-чуть не получается адекватно отвечать на вопросы, потому что с опозданием буду смотреть. Да, вижу ваши комментарии. Слушайте, может, у меня так сработает? Что бонжур, бонжур. Специфическая статья. Да, вижу Рина. Ой, мы с вами, может быть, будем сегодня в унисон работать. Наргиза пишет. Мои впервые, Иван впервые. Здорово. Вот, добрый день, всех вижу. Супер, супер, супер. Валя. Ну, слушайте, попробуем. Я с телефона буду пытаться с вами коммуницировать. Может быть, так получится. Потому что здесь с экрана я вообще оторвана от мира. Валя, Лариса. Женеально, женеально. Но, ну, если вам все понравится, если вы будете довольны, ждем ваших комментариев, ваших лайков. И страница отзывов у нас есть на странице франкотеки. Обязательно заходите, рассказывайте. У нас сегодня занятие, получается, 13-е, будет еще 14-е, 15-е. Мы пока закончим, потом подумаем. То есть пишите свои отзывы, мы посмотрим. Какие-то конструктивные, может быть, у вас идеи появятся тоже. Пишите туда, будет нам интересно. И на странице тоже наши. И библиотеки иностранной литературы. Нам будет очень приятно. Все новости предыдущие, если вы вдруг впервые, я вижу тут, то они у нас все на YouTube есть, на канале. Говорят, что трудно было зайти, но получилось через обсуждение. А, по-моему, всегда у нас в обсуждениях. Вы заходите на страницу этого события, и, в принципе, мы всегда тут. Пытаемся начать вовремя, но иногда вот медленно прям заходится. Я вот сегодня, наверное, минут три позже зашла. То есть я вот заходила, заходила, никак не выходилась у меня в эфир прямой. Вот так, в принципе, все достаточно одинаково, каждое занятие. Сейчас у нас пять занятий новых. Подписывайтесь, пожалуйста, на страничке в «Будьте видеть обновления». Сюда в события добавляйтесь. И еще у нас есть ссылка на регистрацию, на странице франкотеки, на таймпаде. И вы тоже регистрируете, вам еще будут заранее, каждый день высылайте статью. Документ не очень заранее, потому что я его прям впритык практически делаю. Но тоже может быть минут за 20, за 30, за 40, иногда даже за час вам будут его высылать. Божо, Людмила, божо, Наталья. Валя. Просят отскринить, в принципе, отзывов. Ну, отскриним, отскриним. Валя, думаю, что уже можно начинать. Я прочитаю вам статью, вы слушаете. Еще раз напоминаю, если вы хорошо знаете язык, то есть вы понимаете больше 50% статей, статей обычно, которых я даю, потому что это уровень такой вот, чтобы комфортно было B1, B1+, потому что лексики много разные. Если более 50% понимаете, то вам, наверное, лучше не смотреть на то, как я читаю, а просто воспринимать именно со слухом. А дальше, если у вас меньше уровень, то вы можете смотреть текст, потому что вам будет так комфортнее. Вы уже будете сопоставлять то, что я читаю с текстом. Вот. Подписывайтесь. Подписывайтесь. и, следуя, три видеоролида с пилотами авиащих и показывают феномены нескольких. Эти фотографии не были, но не вредны, потому что они были объявлены публикуем «To the Stars Academy of Arts и Science» между декабрь 2017 и марш 2018, рапорт CNN. Л'армейские Украины объявили авиащих в сентябре, но авиащих решили еще более 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 доступными для всех. Купой курс на все идеи после анализе мунистов, Департамент установил что департамент авиащих не не никакой системе или никакой системе и не не эффект на департамент исследованием поисковой авиащих на мунистов мунистове на мунистове на мунистове поисковой на мунистове на одним а несколько раз, в частности, мое движение суда и быстрее и быстрее из-магин. Послушайте, как у нас интервью по СИНЛ в 2017, один из темы из-магин объясняет это прохождение из-магин не идентифи и из-магин появился в 2 секунды. Это очень грустно, как баль из-магин на мур. « Ces ARNF, appelons-les des ARNF, sont dotés de capacités qui ne sont actuellement à la disposition ni des États-Unis ni à notre connaissance de toute autre puissance étrangère, avait estimé lui Elisondo, ancien directeur du programme d'études des phénomènes inexpliqués au sein du département de la défense américain. » Bon, alors, est-ce que l'article est vraiment intéressant pour vous? Dites-moi, s'il vous plaît, et est-ce que, voilà, c'est clair? Скажите, пожалуйста, intéressна ли вам статья, нравится ли она вам, понятно ли, все, пока, в общих чертах, разумеется. Сейчас посмотрим, и я смогу посмотреть, что вы мне пишете. Voilà, так. Voilà, пока не пишете, наверное, все равно даже тут у меня как-то медленнее работается. Ну, ничего страшного, отвечайте, я потом подстроюсь, подумаю как-то. Me bia, me bia, me bia, on y va. Дальше. Смотрим с вами в локебюлях. Работая над словарем, я вам его перевожу, конечно же, что-то делаю, какие-то объяснения и так далее, но еще мы работаем с вами над произношением и над артикуляцией, и над интонацией. То есть, если я показываю вам что-то, артикулирую определенным образом, ваша задача максимально повторять и не думать ни о чем. Валя, много незнакомой лексики, сейчас как раз-таки будем над этим бороться. Во-первых, первая у нас аббревиация, это le vni, voilà, le vni, то есть это у нас l'objet volant non identifié, l'objet volant non identifié, то есть объект, летающий, не идентифицированный еще. То есть он может быть идентифицирован, потому что некоторые, даже французы, я слышала, что они переводят это как non identifiable. Identifiable или не identifiable, это трудно нам понять, то есть как бы, в принципе, мы можем его в любом случае идентифицировать. Это пока он non identifié. Un phénomène, это феномен. Ensuite, un extraterrestre, это, un extraterrestre, comment je pourrais traduire? Un extraterrestre, это у нас, забыла слово по-русски, тот, кто с другой планеты прилетел. Экстрaterrestre, инопланетянин, voilà, вспомнила. Une секuence, это какой-то отрезок, запись, фильме, снимать. Un avion de chasse, это истребитель. Ensuite, л'authenticité, это аутентичность. Ensuite, les autorités militaires, les autorités militaires, власти, власти, j'oublie le mot, власти, militaires военные. L'armée, armée, une analyse municieuse, внимательный такой, анализ скрупулезный. Ensuite, une incursion de phénomène aérien, это вторжение каких-то непонятных феноменов таких, то есть, которому имени мы еще не дали, воздушным, то есть, неопределенные такие летающие объекты, которые вторгаются. Дальше, dans l'espace militaires, здесь мне больше всего предлог понравился, что в вот этом военном пространстве. La porte-parole, это как пресс-атташе, но тут по артиклю мы видим, что это женщина, la porte-parole. Ensuite, les idées fausses, les idées fausses, ложные идеи, заблуждающие такие вот, которые неправду отражают. Tonquet, в данном случае, как обрезанные, то есть, наверное, они боятся, что кто-то что-то подрежет, что-то кто-то подлепит вот к этим видео, и будет больше слухов. Дальше, un anon-jeu, это аппарат. Un anon-jeu, это аппарат. Дальше, un aero-neuf, это как аэростат, и тоже летающий какой-то аппарат, абстрактный такой, точнее, не абстрактный, общее такое название для летающих объектов. Une puissance étrangère, иностранная мощь, то есть, в каком-то государстве, говорят другом, не Америке, а какой-то другой сильный такой державе, можно даже так перевести. Le département de la défense américain, это департамент, департамент défense abarone, департамент abarone, д'accord? Voilà. Ошибочные, внеземные, voilà, вижу тут ваши варианты, экстратерестные, но это как инопланетные, я бы перевела как инопланетные. Ça va? Voilà, вижу. О него, дальше посмотрим, что у нас с вами есть, дальше посмотрим. Я прочитываю, я прочитываю, а вы слушайте. И повторяйте за мной. Le vni, le vje volant non identifié, un phénomène, un extraterrestre, une séquence, filmé, un avion de chasse, l'authenticité, les autorités militaires, l'hermée, une análise municieuse, une incursion des phénomènes aériens dans l'espace militaire, la porte-parole, la porte-parole, des idées fausses, tronquées, Здесь сложно. Первая насовая А, вторая насовая Э. А-На-Жен. А-На-Жен. А-Наэронеф. С на конце не будет у нас. А-Наэронеф. С лачеркиваете. Обратите внимание, что Американский департамент обороны. Американ относится к слову департамент, и поэтому он в мужском роде. И вуаля. Теперь я читаю статью и перевожу ее. Окей. Первая страничка. Та-вю. Видел ли ты? То есть, ух ты, что-то необычное. Видео. НЛО. Вот наша раскрытия НЛО. Пентагон рассекречивает три видео, показывающие необъяснимые феномены. Жизнь внеземная, жизнь инопланетная. Три отрезка, снятые камерами истребителей, показывают движение НЛО и очень сильное удивление, вот эта ступерфаксио пилотов. Идея, которую мы себе делаем о БНЛО, то есть это какой-то клише. Это подпись под иллюстрацией. Департамент американский по обороне рассекречивает в этот понедельник, рассекретил в этот понедельник три видео, снятые пилотами истребителей и показывающие феномены необъяснимые. Эти картинки, однако, не изданы, мы с вами вчера видели, то есть эти картинки не новые, потому что они были уже сделаны публичными компанией To the Stars Academy of Arts and Science между декабрем 2017 года и мартом 2018 докладывает CNN. Армия Соединенных Штатов подтвердила их аутентичность в сентябре последнем, то есть в прошлый сентябрь, мы переведем это, но власти военные решили пойти дальше и каким образом? Их делая официально доступными всем. Les rendants officiellement accessibles à tous. Накорню что-то, пресечь, я бы так перевела, купе-кур, это пресекать все идеи ложные, неправильные. После очень тщательного анализа департамент вот этот обороны оценил, что вот этот факт того, что они опубликовали, поделились вот этим, вот этих видео, не обнаруживает, не показывает никакую систему, никакую мощь, которая бы могла быть воспринята серьезно и не имеет никакого эффекта на предполагаемые расследования, которые бы последовали. То есть, смотрите, это не демонстрировать система как система, или, может быть, вот в данном случае, потому что НЛО, они, наверное, по-разному называют, никакую мощь, которая могла бы быть воспринята всерьез и не имеет никакого эффекта. То есть, мы показали мы этих видео, там ничего особенного нет, и то есть даже то, что мы вам показали, не приведет ни к чему, потому что там нет никакого вторжения феноменов вот этих вот воздушных неизвестных. Это вот не по-русски очень звучит, но я думаю, что, в принципе, конструкция понятна. В наше военное пространство, вот это воздушное, прокомментировала пресс-аташе Пентагона Сьюгов. Вот это вот человек, который эту информацию передал, объясняет, что решение опубликовать эти картинки было принято целями, в целях пресечь все любые идеи, вот эти ложные, тут лезины, то есть любые идеи ложной вот этой публики, всей, на тему аутентичности вот этих вот фильмов, то есть вот этих видео, которые сейчас вертятся, крутятся, то есть циркулируют и о возможном, и пресечь любую возможность, это тоже возможность к этому относиться, чтобы эти видео были как-то порезаны и показаны в каком-то другом контексте, то есть вот они сразу все видео показали полностью. Ensuite, исчезнувший за менее, чем две секунды. Диспаду исчезнувший, мы вчера видели предлог «Ан» за менее, «Моу» две секунды за две секунды, то есть быстрее, чем две секунды исчезло вот это вот, вот этот НЛО. Мы с вами видели этот глагол, вы не помните, там было у нас про учительницу, а транслируемое по Твиттеру, многими медиа три вот эти вот отрезка, черным и белым, то есть черно-белые отрезки, показывают реакцию пилотов перед лицом того, что могло бы быть, это у нас кондиционель, НЛО. «Боже мой!» вскрикивают военные много раз от людьего криза перед лицом к движениям вот этим вот экстраординарно необычно резким и быстрым каких-то приборов. «Посмотри на эту штуковину!» комментирует другой. Опрошенный CNN в 2017 году один из свидетелей этих необъяснимых феноменов рассказал, что приблизился к вот этому аппарату неиндентифицируемому, который уже исчез за менее, чем 2 секунды. Это было так быстро, так ярко, вот брюзко это на фоне резко было это, как будто бы это мячик от пинг-понга, который отскочил от стены. Эти аэростаты, назовем их аэростатами, оснащены характеристиками, которые не в актуальных условиях не находятся в распоряжении ни Соединенных Штатов, никакой, ни, по моему знанию, по нашему знанию, никакой либо другой мощи иностранной, то есть никакой другой компании, в стране, пардон, оценил Луи Элинзо, ансиен директор директор директора программы, бывший директор программы, мы с вами опять видим, ансиен впереди стоит, значит, это бывший, он больше там не работает, директор программы по изучению феноменов необъяснимых в недрах департамента обороны американской. Опять же, если не смотреть на статью, если не поработать с ней, я вот сейчас переводила, немножко все вот так кривенько, но сконцентрироваясь именно на французском тексте, вы в принципе должны именно конструкции понять, чтобы вам потом было легче все это самим воспроизвести и читать другие статьи с легкостью. Скажите, пожалуйста, слишком сложно? Она, когда вот я говорю, если бы кто-то сейчас к нам присоединился, кто не слышал ничего и до этого работу нашу не видел, им показалось, что все это слишком так накручено и заверчено, а в принципе для французского именно для французских статей это характеристика достаточно частотная, поэтому мы к этому привыкаем, именно как они выражают свои мысли. У нас они совершенно иначе. Вот. Мы будем, теперь посмотрим с вами грамматику и remarки. Les cameras d'avion de char со sujet d'inxcursion мне здесь важен предлог d'avion и d'inxcursion. Помните, я вам говорила, что предлог de, и когда после должно идти du, de la или de, de plus de la, de plus de и так далее, остается только de. И вот тут у нас в принципе les cameras de des avions некоторых самолетов и получалось d'avion. Точно так же au sujet de plus des incursion и получилось тоже d'inxcursion, потому что слово incursion начинается с гласной. D'accord? Voilà, дальше. Décidez, décidez de faire. Это, чтобы вы запомнили предлог. Décidez de faire. Тебе примеры составьте. Décidez de faire le ménage au братце, décidez de préparer, de cuisiner, etc. Décidez de lire, décidez d'apprendre le français. Любые примеры какие-то сделайте, чтобы вам было, чтобы vous запомнили, чтобы décidez de faire quelque chose. Дальше. Вот aller plus loin часто используйте. пойти дальше. Например, вы видите тему какую-то, например, семья, и pour aller plus loin вам дадут еще какие-то совсем нюансы. И вот точно так же тут дали нам еще какие-то большие шаги. Bon, super. Ensuite, rendre accessible, сделать каким-то. Мы всегда пытаемся с русского кальку взять, то есть сделать faire. И у нас тут rendre accessible и rendre еще в этой же статье было еще с глаголом rendre плюс аджеектив. Например, этот воздух меня делает более, например, здоровой. rendre sain ou sain потому что девушка и так далее. То есть себе опять примеры. Что у вас может... Меня делает что-то счастливое. Например, la mer me rend heureuse. Море меня делает счастливой. Думайте множество множества примеров. Кстати, здесь можете даже прямо в чате писать, что rendre что... Qu'est-ce que vous rend heureux? Что вас делает счастливым или heureux счастливой? Тоже, в принципе, можно придумать такие примерчики. чтобы прям сразу в голову у вас... в голове у вас уложилось. Дальше. Слово accès доступ, а это accessible à. Доступный кому-то. Вы это слово будете очень часто видеть, потому что говорят accessible, например, для людей с ограниченными способностями, неспособностями физическими. пандусы есть. Вот про это тоже accessible могут сказать. То есть это слово достаточно такое популярное. Ensuite, вот это выражение coupé-cour, я думаю, что некоторые из вас обратили внимание на то, что cour, это же прилагательное, и да, у нас есть очень такой ограниченный список прилагательных, которые могут использоваться в функции наречий. Например, coupé-cour дословно резать короткий, то есть это срезать на корню, пресекать. Parler fort, fort это тоже прилагательное. Это значит громко говорить. Parler bas, это говорить шёпотом. Parler bas, это тоже прилагательное. Traver dur, это значит, что работать, забыла слово на русском, то есть человек, который очень старается, когда работает, он прям весь себя, всего себя отдаёт. Chanté fort, fort это тоже прилагательное, это значит фальшивить. Couté cher стоит дорого. Может быть, вы даже не обращали на это внимание, но по идее это должно быть courtement, fortement, basement, durement и так далее. А это у нас прилагательное. И такое ещё можете найти. Ensuite, у нас есть глагол estimé. Вообще, если вы посмотрите, estimé, это как уважать кого-то, но когда мы говорим о статистике или каких-то данных, estimé, это оценивать. Ну, то есть, в принципе, оценивать кого-то по достоинству, это тоже как уважать, правильно? А вот тут estimé, оценивать ситуацию. Можете тоже придумать всякие-то примеры, как вы что оцениваете. Ensuite, очень мне нравится вот это сочетание ne aucun et ne aucune. Я вам говорила про отрицание в французском языке, оно двойное, то есть, ну и плюс что-то, причём это прямое, какое-то обычное такое отрицание. Tu ne pas, je ne mange pas. А можно более конкретное отрицание выбрать. И вот у нас более конкретное прилагательное отрицательное aucun и aucune. Aucune мужского рода, аucune женского не бывает множественного числа. То есть, никакие такого нет во французском. Вот. И то есть, вы можете сказать, например, je n'ai aucune envie, у меня нет никакого желания. Они, например, как в английском говорят no idea, то есть, понятия не имею, они говорят aucune idée, вы можете это много-много раз слышать. Aucune idée. Аucune idée. И так далее. То есть, запомните это. Дальше. Ne pas avoir des faits sur quelque chose. Мне вообще сначала понравилось «effet sur quelque chose». Avoir un effet sur quelque chose. Иметь эффект на что-то, какое-то отражение, какой-то результат. Avoir un effet sur quelque chose. А здесь в отрицании обратите внимание, что артикль un превратился в deux просто, но так как с глаз начинается D апостроф, получается, не иметь эффекта. Ne pas avoir des faits. Если вы отрицаете артикль, если вы отрицаете инфинитив, обратите внимание, что обе части отрицания идут в начале. Ne pas avoir des faits sur quelque chose. Когда вот эту конструкцию я разворачиваю, делаю из нее фразу «je n'ai pas des faits sur», например. Но когда вы в инфинитиве это видите, то это будет «ne pas avoir des faits». Обе части отрицания будут впереди. Ensuite, то, что мы с вами, в принципе, уже много раз говорили, это наше любимое всеми, как я надеюсь, правило вожля. Я про него вчера подробно говорила. Если прилагательное во множественном числе предшествует существительным во множественном числе, это будет «de anidee», «de eventuelles investigations», «de nombre media», etc. И посмотрите, пожалуйста, «avenir» прилагательное переводится как «будущие». Вы можете что-то, например, «de decision avenir», решения, которые придут, то есть грядущие. Вот грядущие тоже же это движение «it». Voilà. Вот. То есть, вот это вот как «avenir» сочетание переводится как «грядущие», но это не прилагательное, а предлог и глагол. «De an programme d'études», программа обучения, тоже вот это «de études», ну, в принципе, как много мы видим, что уже тут «этudes», учебные программы или тут даже не учеба, а в начале исследования, как исследовательские программы. Когда у нас, у слова иногда нет артикля, то оно в русский язык очень часто переводится как прилагательное, то есть оно, по сути, не самобытно, как само по себе, а оно является помощником для того, чтобы лучше охарактеризовать главное слово. В данном случае, это «un programme». точно так же «un concert de jazz» это «jazzовый концерт». Voilà. «De jazz». Или, например, «la table de professeur» это «учительский стол». А если бы это было «la table du professeur» это «стол конкретного учителя». Подумайте над этим. Еще, может, прослушайте пару раз. Вы видели уже с вами принимать какое-то решение «prendre une décision». Какие-то цели «dans le but». И мы это слово с вами тоже видели. «Dans le but» или «dans le but». Как хотите, так и произносите. Мне больше нравится «dans le but». Но много-много людей говорят «dans le but». Предлог «un» и плюс какой-то период. Переводится как «za». «Un deux secondes» за две секунды. А здесь «за менее, чем две секунды» еще вот это «mon deux» ставилось. С цветами. «Un» предлог «un noir», «un blanc», «un rose», «un vert». Вы можете спросить, а у вас есть такие брюки, например, в коричневом цвете или в черном цвете? Это будет «un noir» или «un maroon» и так далее. Запомните. Дальше. Вот эта конструкция «face à». «face à ce qui pourrait», «face au mouvement». Запомните. Перед лицом чем-то. Основным это все-таки, как мне кажется, какое-то противопоставление идет, какая-то немножко борьба идет. «Face à». То есть я вот напротив человека и мне вот надо как-то взаимодействовать. И посмотрите тоже на «pouré». Я вам говорила уже про функции «conditioner». И это часто выражает какую-то неуверенность со стороны автора или его намерение эту неуверенность показать, что он не настаивает. То есть они не настаивают, что это «nlo». Это могло бы быть «nlo». На то, что могло бы быть. Часто, много раз вы, наверное, чаще скажете, что-то повторяется. «Souvant», мне так кажется. А вот есть выражение «a plusio recris». Даже не знаю, как красивее вот в русском. «A plusio recris». То есть каждый раз вот эту вот повторяемость подчеркнуть можно именно вот этим моментом. Я ему говорил много раз, что он, например, должен поступать иначе. «A plusio recris, j'ulvi, répéter, qu'il fallait qu'il agisse d'efférément». То есть вот так. Дальше. Слышу, что путают «rapide» и «vit». «Rapide» – это какая часть речи? Подумайте. Это прилагательное, а «vit» – это наречие. Например, вы скажете, что человек какой-то очень быстро что-то сделал. «I la fait» – «vit», например, или куда-то сходил «vit» быстро. А, например, этот человек сам по себе «rapide» или «rapide», он все быстро делает. То есть обратите внимание, в ваших конструкциях вам что нужно – прилагательное или наречие? Тогда уже выбирайте. Причем от слова «rapide» есть и наречие такое «rapidement». И в принципе «rapidement» и «vit» тут уже синонимы, как хотите, так употребляйте. Дальше. «Beть в распоряжении» «être à la disposition». «être à la disposition». Еще один вид отрицания – «ne», «ni», «ni». Также оно двойное, тут практически тройное. У меня нет ни карандаша, ни ручки. Или ни у Франции, ни у Англии, ни у Америки, ни у какой-либо другой державы, ни у какого-либо другого государства. Вот эти вот конструкции. Что еще хочется отметить, что если что-то с определенным артиклем употреблено, то так и останется, как «ni la France, ни les Etats-Unis n'ont pas à la disposition un tel système». Ни у Франции, ни у Соединенных Штатов нет в наличии, в распоряжении такой системы. Но если, например, что-то с неопределенным артиклем должно было употребляться, он вообще исчезает. Например, у меня нет ни ручки, ни карандаша, «je n'i stilion, ni crayon». Так как? Переслушайте это несколько раз, быстро говорю, но у вас есть возможность все это пересмотреть, делать паузы, записывать. Я вам рекомендую. Я что-то быстро сказала. Вы останавливайте. Ищите примеры в интернете, делайте себе заметки и так все будет понятнее. Ensuite, de toute autre puissance étrangère, любой другой, вот это прилагательное «тут» переводится как «любой другой державы иностранной». И слово «ossain» конструкция «в недрах». Мне нравится «ossain». В недрах какой-то компании, в недрах земли тоже. Легко? Трудно? Скажите. Я думаю, что многое, мне кажется, приятно, как бы в этой статье, сейчас я буду тоже ее читать еще раз, очень много того, что мы видели с вами, «golier», мы видели в статье про учительницу, мы видели с вами «ossain» уже, мы видели с вами «déside de», мы видели вот это правило «vujla», мы видели отрицание, мы видели артикль, как себя ведет в отрицании, «dans le but » мы с вами уже слышали, что можно и так, и так, «prendre une décision» мы с вами слышали, «un predlog» плюс какой-то период мы с вами видели, «conditionnel» мы с вами видели, то есть, мне кажется, очень приятно, даже если впервые вы когда-то слышали, и это вам казалось, что это не запомнится, если вы посмотрели все 13 уроков, вот сегодняшний тоже, то мне кажется, это уже как родное, кстати, напишите, сколько уроков вы уже просмотрели, это раз, а во-вторых, как вы себя ощущаете, когда встречаете слово, которое мы в этих статьях уже видели, мне кажется, это очень приятно. «Bibong», «oniva», теперь вы отдыхаете, я читаю, и вы мне потом напишите через дробь, как вы это все восприняли. Статья сложная, я вам рекомендую, кстати, сейчас вот не только по этой статье, а вообще мы с вами что-то проходим, посмотрите какие-то еще ролики, найдите в YouTube или в каких-то других источниках, мы с вами говорим про Овни и Пентагон, найдите Овни и Пентагон и видео, и прям вы эту всю лексику еще раз услышите, я вас уверяю, потом, кстати, завтра расскажете, как сработало, он не сработало, закрепить надо, чтобы еще и видео, какая-то картинка у вас была, и еще в другой статье, в другом контексте вы это увидели. Mais bon, «oniva». «Аккёй», «Та ву», «видео Овни, и Пентагон, деклассификах 3 видео, montrant des феноменes inexpliqués. «Ви экстратерестра», «les 3 секенсes, фильмées par les камерасes d'avion de chasse, montrent les mouvements des Овни и la ступéfaction des пилотes». «20 минутes avec agence», «публики» «вы 29 аврил 2020, «пендан pas inédites», puisqu'elles avaient été rendues publiques par la société «To the Stars Academy of Arts and Science» entre décembre 2017 et mars 2018, rapport du CNN. «Л'Армée des États-Unis en avait confirmé l'authenticité en septembre dernier, mais les autorités militaires ont donc décidé d'aller encore plus loin en les rendant officiellement accessibles à tous. » Coupé court à toutes les idées fausses. Après une analyse municieuse, le département a estimé que le partage autorisé de ces vidéos ne révèle aucun système ou aucune capacité sensible et n'a pas d'effet sur d'éventuelles investigations à venir au sujet d'inscursions de phénomènes aériens non identifiés dans l'espace aérien militaire. A commenté la porte-parole de Pentagone, Sue Goff. La communicante explique que la décision de publier les images a été prise dans le but de couper court à toutes les idées fausses du public au sujet de l'authenticité des films qui circulent et de l'éventualité que les vidéos soient tronquées. Disparu en Monde de seconde Relié sur Twitter par de nombreux milliards, les trois séquences en noir et blanc montrent la réaction des pilotes face à ceux qui pourraient être des OVNIs. « Oh mon Dieu ! » s'exclament les militaires à plusieurs reprises face aux mouvements extraordinairement soudains et rapides des engins. « Regarde ce truc ! » commente un autre. Interrogé par CNN en 2017, l'indectement de ces phénomènes inexpliqués avait raconté s'être approché de l'engen non identifié qui avait alors disparu un monde de secondes. C'était très brusque, comme une balle de pinfort rebondissant sur un mur. Ces aéronefs, appelons-les des aéronefs, sont dotés de caractéristiques qui ne sont actuellement à la disposition ni des États-Unis, à notre connaissance, ni de toute autre puissance étrangère, avait estimé lui, Elizondo, ancien directeur du programme d'études des phénomènes inexpliqués au sein du département de la défense américaine. Et voilà. Bon, est-ce que ça va maintenant ? Dites-moi, s'il vous plaît, combien de pourcents du vocabulaire et de l'article en général vous comprenez maintenant ? Vous écrivez, par exemple, au début, c'était 10%, après, vous avez un bar drop 40 ou, par exemple, 60 bar 80 ou 70 bar 100. C'est super intéressant. Et en général, quelques idées, quelques, voilà, des émotions, c'est super intéressant, super utile. Et voilà. Напишите, пожалуйста, через drop, насколько хорошо vous понимаете теперь статью. Думаю, что если vous, comme je vous le conseille, vous pouvez consommerer une autre fois, consommerer cette vidéo à la normale скорости et vous pouvez avoir sur cette vidéo. Voilà. Donc, vous vous voyez et ça, vous voyez ici, vous avez un pré-dise sur ce qu'à sur ce qui est sur ce qui est sur ce que vous vous a le plus vous vous a ce document, vous vous le conseille, всякие-то пометки, небольшую такую, сделайте работу в интернете по поиску ещё примеров с этими же словами, и ещё можно посмотреть дополнительные видео по этой теме в новостях, в Ютубе и так далее, прямо вот из газет, то, мне кажется, вся эта лексика у вас усвоится очень хорошо. В принципе, что это? Les ovnis, objets volant nous identifiés, engins, les aéronèves, le département de la défense américain, вот это всё у нас, какие слова, вы знаете, мы сегодня и оборону выучили, и аэростаты выучили, и, например, déclassifier, рассекретить что-то, и так далее, то есть супер-супер-супер интересно, мне так кажется. Mais bon. Alors, j'espère que ça marche, и жду вас завтра в 15.00 на, вот в этой группе, в обсуждениях, будем надеяться, что завтра всё будет у нас, более быстро интернет и Facebook работать. Всё, до скорого, была очень рада вас всех видеть, спасибо франкотеке и библиотеке иностранной администратуры за поддержку, и до скорого, au revoir, au revoir.